Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие Красного университета, второй семестр. Мы с вами встречались ровно четыре месяца назад. А поскольку темы связанные, одна вытекает из другой, период большой, я уверен, что кое-кто много чего подзабыл, придется вспоминать. Причем это не к вам относится, я уверен, вы все помните, больше отношу к себе. Такой срок большой, что можно что-то и подзабыть. Но это в шутку и всерьез. У нас такая задача в этом году. То есть мы изучаем раздел экономической теории марксизма. Мы рассмотрели некоторые основные вопросы, касаемые политической экономии или развития капиталистического способа производства. И ряд моментов относительно коммунизма, коммунистических производственных отношений. У нас будет два занятия. Первая сегодняшняя лекция называется «Этапы развития капитализма». И через неделю будет семинарское занятие, тема которого – предпосылки социализма в России. Почему предпосылки? Потому что Россия сегодня – это капиталистическое государство. Здесь господствуют капиталистические производственные отношения. Поэтому в недрах капитализма могут только вызывать предпосылки коммунизма или социализма, как и во первой фазе. Есть такая поговорка «Повторение мать учения». Это нам неизбежно нужно будет сделать. Чтобы двинуться вперед, напоминаю, тоже известную поговорку относительно науки логики, диалектики. Чтобы двинуться вперед, надо отступить немножко назад. Давайте вспомним, о чем шла речь четыре месяца назад, применительно к той теме, которую будем сегодня рассматривать. «Этапы развития капитализма». Итак, речь пойдет о развитии. Что такое развитие с точки зрения науки, диалектики, прежде всего? Движение простого к сложному. Совершенно верно, спасибо. Вы показываете отличное знание. Движение простого к сложному, низшего к высшему. Но вообще идея развития – это одна из величайших идей человечества, тех ученых, которые развивали, продвигали ее. Потому что ей предстоит такая позиция и точка зрения, что все в мире неизменно. И вот применительно к экономическим отношениям, скажем, Маркс с Ренгельсом, затем Ленин продолжил эту идею, заключается в том, что человечество проходит так же ступени развития. И мы их знаем. Первая была первобытный коммунизм. За ним последовали три способа производства. Это рабовладение, рабовладельческий способ производства, феодальный и капиталистический. Их можно объединить как бы в одно целое, поскольку это все эксплуататорские. Нет, эксплуататорские условия. То есть эти общественно-экономические формации или способы производства основаны на эксплуатации. А эксплуатация, это вы тоже знаете, это присвоение чужого неоплаченного труда. Или результата этого труда. Поэтому эти три общественно-экономические формации, рабовладение, феодализм и капитализм, отличаются только экономическими формами, как осуществляется эта эксплуатация. И затем после капитализма, это последний эксплуататорский строй, идет безклассовое общество, коммунистическое. Вот так развивается человечество. История дает нам это подтверждение. Но это только первый год. Второй, вот как понимать развитие, это вот такое поступательное движение, все вперед-вперед, без всяких там. Мы с вами сидим здесь, в тепле, ведем приятную беседу, за окном мороз, выйдем, а там уже коммунизм, наверное, может быть. Нет. То есть развитие, оно тоже противоречиво. Вообще все движение общей, нескать, основано на противоречиях. А противоречие – это и есть борьба единства и борьба противоположностей. Раз есть борьба противоположностей, значит, есть противоположные тенденции. Какая возьмет вверх? Можно сказать, что автоматически главная, скажем, позитивная тенденция всегда берет вверх. Нет, конечно. Она возьмет вверх только в том случае, когда она будет сильнее. Той, которая противостоит ей. И будет перебарывать эту противоположную тенденцию. Что случилось с социализмом в СССР? А то, что негативная тенденция, которая существует внутри социализма, это борьба коммунистической тенденции и отрицание коммунизма в нем самого, который тянет назад. Вот эта тенденция оказалась сильнее, переборола коммунистическую. Наша страна оказалась в предшествующей формации, в той формации, из которой в 17-м году вышла. Вот второй важный вывод. Что касается общества, то вот эта борьба, она заключается в борьбе классов. Классовая борьба. При капитализме два противоположных класса. С одной стороны рабочий класс, с другой стороны класс капиталистов или класс буржуазии. И вот между ними идет борьба. Вот рабочий класс при капитализме представляет вот эту тенденцию, которая ведет к социализму, коммунизму. Ну, а класс буржуазии, он, конечно, отстаивает свое господство. Вот такой третий небольшой вывод ступительный. Почему я затеял этот разговор, напомнить вам. Вот мы живем при капитализме. Вот чем занимается буржуазия? Она эксплуатирует рабочий класс, трудящийся, если сказать, в широком плане. А чем занимаются те, которых мы называем апологетами буржуазного строя? Апологеты – защитники. Вот не защищают. Некоторые говорят, что капитализм – это вечный строй. Ну, есть определенные неудобства, недостатки у этого строя, но он вечный. Ну, надо смириться. Есть те, которые тоже вроде как за развитие. Вот один из них, может, вам известна эта фамилия, Орешкин. Максим Орешкин, бывший министр экономического развития. Российской Федерации. Мы этим говорим. Сейчас дойдем. Не торопите меня. Ну, поскольку он ничем себя не проявил на поприще экономического развития, его оттуда тихонечко уврали, и сейчас он является советником президента Российской Федерации. Это уже теплое местечко. Ну, он же ни за что не отвечает, но во всю выступает. И вот он недавно на одной из конференций большой сделал громкое заявление, что для любой развивающейся системы, то есть неотъемлемой частью, или, так сказать, неотъемлемая часть любой развивающейся системы – это кризис. Вот если мы возьмем в таком широком плане, возьмем любую систему, не только общественную, возьмем в природе, возьмем человека. Ну, кризис человеку присущ, наверное, когда человек заболеет, иногда говорят, наступил вот кризис, потом оздоровление идет. Но здесь-то похитрее вопрос поставлен. То есть Максим Орешин сказал, это относительно экономики тех стран, которые вот сейчас существуют в мире. Но при этом-то он слукавил. Слукавил я то ли по незнанию, скорее всего, сознательно. Потому что кризис – это неотъемлемая часть какой системы? Капиталистический, и в этом он совершенно прав. Потому что капитализм, капиталистическое производство, развивается циклически. И кризис – одна из, так сказать, составных частей. Идет подъем, потом кризис, резкое падение, затем депрессия, оживление, снова подъем. Вот таким циклом и идет. Но относительно социалистических стран это не имеет никакого отношения. А вот есть группы социалистических стран, которые образуют социалистический лагерь. И самое главное – это Китайская Народная Республика, которая строится с социализм достаточно успешно. Ну вот в прошлом году, ну ладно, не было экономического кризиса, вот кризисы перепроизводства, связанных с циклом. Так случилась пандемия, всегда что-нибудь случается. То финансовый кризис, то валютный, то экономический, то тебе пандемия, эпидемия. Все страны просели, все? Нет, не все. Значит, вот данные, есть такая организация экономического сотрудничества и развития. Я в конце года посмотрел данные за третий квартал. Просели все крупнейшие капиталистические страны. Да, там кризис. В том числе и Россия, и Япония, и США, и Канада, и Великобритания. Там колоссальные цифры. И только одна страна показала положительный рост. Угадайте с одной попытки, какая страна бескрутна. Конечно, Китайская Народная Республика. Почему? Потому что в социалистической экономике вот эти кризисы, они внутренне присущи. Там бывает другое, скажем, связанное с усилением негативных тенденций. Но производство не циклически, а планомерно, поступательно. Вот первое, видите, лукавство. Человек вроде как за развитие, но вот так вот он все в одну кучу и всем приписал. Все виноваты. И второй вывод сделает. Если кризисы – это неотъемлемая часть любой системы, то что из этого следует? Это раз, они будут всегда. Во-вторых, когда кризис, что происходит? Как кризисы влияют на рядовых людей, на трудящихся? Сокращение, снижение заработной платы, ухудшение жизни на уровне, прочее, прочее, прочее. Но если с работой выгонят и лишат средств существования, то и смерть, не дай бог. Но если они неизбежны, что делать людям? Неизбежно. Вот они в природе лежат человечество. В природе развития. Совершенно верно. Вот второй вывод. Вот чем занимается бывший министр экономического развития, находясь на посту советника президента. Вот он занимается, так сказать, апологетикой капитализма и внедряет в сознание людей такие мысли. Смириться надо, потерпеть надо, затянуть пояса. Ну, ничего страшного. Ну, может, вам помогут. Но, скорее всего, наоборот, бедные, несчастные, они будут помогать капиталистам. Ну, вот такое небольшое вступление, что касается развития. Значит, мы рассматривали с вами капиталистический способ производства. Ну, с точки зрения развития он ведь тоже когда-то возник. Возник он в недрах капитализма, потом стал целым, господствующим. Он проходит определенные этапы. И, наконец, его, он приходит, есть такой термин, прихождение в диалектике. На его смену вступает новый способ производства, именно коммунистический. И вот наша задача за сегодняшний день и следующую среду осмотреть эти закономерности развития капитализма. И закономерности возникновения объективных предпосылок социализма в недрах капиталистического способа производства. Обсудите этот вопрос. Ну, и вам потом дальше двигаться. Поэтому давайте начнем. Опираться будем на то, что уже знаем. Итак, что такое капиталистическое производство? На чем оно базируется? Я напомню. Это товарное производство на той ступени его развития, когда рабочая сила становится товаром. Или второе, даю определение, это всеобщее товарное производство. То есть вот то основание, на котором стоит капитализм, это товарное производство. И мы рассматривали, насколько у нас получилось 4 месяца назад, основные понятия движения товарного производства. Итак, вот капитализм. Он покоится, значит, на товарном производстве и развивается. И как происходит это развитие? Он тоже несколько этапов проходит. И первый этап получил название «Капитализм свободной конкуренции». Вот уже такое знакомое название. Вы, наверное, часто слышите, когда включаете телевизор или заходите в интернет, открываете газеты, официальные, особенно либеральные. Вот мечта, мечта нынешних наших либералов, да и, в общем-то, тех, кто находится сейчас у власти, в правительстве, это капитализм свободной конкуренции. Ну, что он из себя представляет? Это когда на поле вране, вот когда, в экономическом поле, поприще, находятся капиталисты, владельцы средств производства, которые нанимают рабочую силу, организуют производство и соревнуются между собой, конкурируют. Ну, что конкуренция? Это борьба за частные интересы, борьба за прибыль. Чтобы получить большую прибыль, вот что в головах, скажем, у полагетов, буржуазии, они что должны делать? Повышать производительность труда, развивать производство, и все будет расти, все будет хорошо. И это действительно так. Потому что конкуренция – это, скажем так, внешняя форма проявления внутренних экономических законов капитализма и товарного производства. Это, прежде всего, закон о стоимости. То есть, закон о стоимости проявляется на поверхности явлений и в головах капиталистов, как закон о конкуренции. Ну, что происходит в ходе вот этой самой конкуренции? Один капиталист побивает другого, затем третьего, затем четвертого побивает этого. И идет такой вот интересный процесс. Идет процессы, они называются централизацией и концентрацией капиталов, производства капиталов. Но если один капиталист побивает другого, то что он, его размеры… А капиталисты, это, как вы знаете, это ничто иное, как персонифицированный капитал, представитель капитала. То есть, вот эти капиталы растут. То есть, количество их уменьшается, они сами увеличиваются в размерах. Вот идет вот этот процесс. И этот процесс к чему приводит? Совершенно верно. Когда во различных отраслях все меньше и меньше количества капиталистов функционирующих. Это итог конкуренции. И на смену конкуренции что приходит? Монополия. А монополия – это уже некая противоположность конкуренции. Вот что интересно получается. Причем ведь этот процесс происходит не потому, что вот эти капиталисты такие зловредные, вот у них в головах, да, вот побить другого. Нет. Это, к этим действиям их подталкивают экономические законы капитализма, капиталистического товарного производства. И если капиталисты не будут это делать, соревноваться, да, в конкуренции, конкурировать между собой, их просто другие более удачливые выкинут, они перестанут быть капиталистами, вот пополнят ряды наемных работников. То есть вот эти объективные экономические законы, которые сидят в недрах капитализма и базируются на основном экономическом законе, законе стоимости, они вот на поверхности явлений, в конкретных действиях, вот этих субъектов или агентов экономических отношений капиталистов, вот проявляются в таком деле. То есть вот эта свободная конкуренция на определенном этапе развития капитализма, она превращается в свою противоположность, монополию. Ну согласны, что монополия – это противоположность конкуренции. Одно дело, когда вот конкурируют сто капиталистов. Другое дело, когда один, два, три, четыре ограниченное количество монополистов. Монополия – это что такое? Это такое крупное, крупнейшее капиталистическое предприятие, которое захватывает рынки сырья, рынки сбыта и диктует свои условия. Какая здесь конкуренция? Монополия уже начинает диктовать свои условия. То есть вот какие процессы происходят в недрах капитализма. Я в прошлом году, если мне не изменяет память, рекомендовал вам прочитать седьмой параграф 24 главы первого тома «Капитала». Историческая тенденция капиталистического накопления. Кто смог прочитать, не дошли рук. Ну я настоятельно рекомендую. Вот когда мы, я отклоняюсь немного в сторону, когда мы говорим, вот есть гениальные люди, гениальные ученые, писатели. Кто такие гениальные ученые? Это те, которые продвинули человечество вперед. Вот они что-то такое сотворили, создали. И потом мы восхищаемся. Прошло там сто лет, двести лет. Все это так и есть, как они писали. Значит, я еще раз напомню. Первый том «Капитала» вышел в 1867 году. И вот в этом параграфе Маркс написал об этих тенденциях, которые были еще незначительные. В те годы, когда Маркс работал, это были все-таки 40-е, 50-е годы, в основном 19-го столетия. Это были едва уловимые тенденции. Тенденции об обществлении производства, централизации концентрации капитала, создания акционерных обществ, монополии. И Маркс, как гениально ученый, увидел это и написал об этом. Прошло ровно 50 лет, ну там плюс-минус, и именно на рубеже 19-го, конца 19-го, начала 20-х веков мир капитала, а он был единственный, вот вступил в свою новую фазу, фазу монополистического капитализма или империализма. И вот, скажем так, знамя научной работы, теоретической, Маркса и Энгкса подхватил Владимир Ильич Ленин. Он проанализировал вот эти новейшие тенденции. В современном ему капитализме написал такой классический труд «Империализм как высшая стадия капитализма». Если вы посмотрели задание, если успели зайти в систему СДО Красного университета, там висит задание со вчерашнего дня. Вот эту работу надо прочитать. Вижу ваши некоторые погрустневшие лица. Могу сказать, что по объему она значительно меньше капитала. Значит, капитал у нас 3 тома, вот все такие солидные. Это работа небольшая, вот такая по толщине. И сам Владимир Ильич Ленин очень скромный человек назвал «популярный очерк». Популярный очерк. Хотя на самом деле за этим популярным очерком стоит колоссальный труд. Есть 28 том полного собрания сочинений Ленина, называется «Тетради по империализму». Когда-нибудь возьмите, посмотрите, пролистайте, почитайте. В 28-м это 55 тетради? Конечно, да это полное собрание сочинений. Четвертое издание не полное. В 29-м, если не ошибаюсь, философские тетради, то есть конспекты Ленина по философским работам, а в 28-м тетради по империализму. Хотя вы посмотрите, как список тех трудов, которые прочитал, законспектировал Владимир Ильич Ленин. Там огромное количество. То есть вот эта маленькая работа, она на самом деле базируется на огромном фактическом материале, в том числе ученых, а там были очень серьезные, выдающие ученые, они вошли в историю, могу назвать по памяти фамилию. Гобсон такой был английский ученый, Гильфердинг, финансовый капитал, такие капитальные труды написаны. Владимир Ильич Ленин, вот он приступил и проанализировал такие новейшие тенденции капитализма, сделал первый вывод, что капитализм свободной конкуренции перерос в свою новую стадию, в высшую стадию, которая получила название в истории империализм или монополистический капитализм. Поэтому, если схватить суть этого дела и дать короткое определение, что такое империализм, услышаны все понятия, нередко, многие бросаются там, империалисты проклятые и так далее. Самое короткое определение это монополистический капитализм или монополистическая стадия капитализма. Вот это самое короткое определение, которое, так сказать, выхватывает суть империализма. Но мы давайте проследим логику растуждения Владимира Ильича Ленина, потому что если будем вырывать, мы потеряем вот эту нить. Значит, вот идет развитие капитализма. Прежде всего, промышленности. То есть, где образуются монополии? В первую очередь, промышленности. Но кроме сферы производства или промышленности, сферы производства пошире возьмем, есть еще сфера обращения. Вот, скажем, первый том капитала у Маркса посвящен анализу производства. А второй том капитала – это процесс обращения капитала. Обращение, где капитал меняет свою форму. То есть, производство, где создается товар, продукт и создается прибавочная стоимость в том числе. А затем, когда капиталистический товар создан, в нем прибавочная стоимость идет в сфере обращения. Товар надо реализовать, продать. Затем купить новые товары для возобновления производства и так далее. Там появляются деньги, которые выступают посредникам. Появляются специальные организации, которые занимаются этим делом – банки. То есть, если в производстве господствуют промышленность монополия, то есть, промышленные капиталисты, то в сфере обращения – банки, соответственно, банкиры, банковские капиталисты. Можем мы сказать, что монополизация идет только в сфере производства. А вот в сфере обращения как-то осталось в стороне. Конечно, нет. И эти же процессы монополизации идут и в сфере обращения. И среди банков, среди банков также идет конкуренция, в ходе которой наиболее удачливые банкиры выходят, так сказать, вперед, а, так сказать, менее удачливые, разоряются. И тоже в сфере обращения образуется несколько крупнейших банковских монополий. Ну, скажем, в работе Ленина вы почитаете, там на цифрах, на примерах показал, как это происходит в крупнейших странах империалистических. Это Германия была, Франция, в том числе и Россия. В том числе и Россия. То есть вот два таких вроде как параллельных связанных процесса. Почему они связаны? Ну, потому что не могут промышленные капиталисты, так сказать, жить без банков, без их услуг, и банки. Чем занимаются банки? По своему определению. Банки – это такие капиталистические предприятия, которые обслуживают промышленность, промышленных капиталистов в сфере обращения, предоставляют кредиты, осуществляют расчеты, аккумулируют временно свободные денежные средства и так далее. И что происходит в ходе вот этого процесса монополизации? А вот такое сращивание банковских монополий с промышленными монополиями. И в результате этого сращивания получается или образуется финансовый капитал. Вот мы получили новое понятие – финансовый капитал. Повторяю, финансовый капитал – это банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим капиталом. Представители финансового капитала – это финансовая олигархия. Вот строгие научные понятия. У нас это слово часто употребляют, олигархи, оно имеет такой негативный оттенок, и это совершенно справедливо. Но на самом деле финансовая олигархия – это представители финансового капитала. Вот такой вопрос возникает частный. А кто является таким главным лицом в этом сращивании – промышленный монополий или банковский? – Промышленный – банковский. – Да, банковский. – А если он может быть промышленным? – Нет, банковский. А почему? Почему? – А не то информация. – Ну да, в том числе. Вот как идет вот этот процесс развития капитализма, я приведу на таком простом примере. Он скажет, вам нужно взять кредит ипотечный, большой, серьезный кредит. Вы куда обратитесь? В банк. В банк что с вас требует? Кучу документов. Такой огромный, сказать, список, вы ужаснетесь. Всю подноготную с вас, до седьмого колена. Не просто где вы работаете, сколько получаете, много-много чего. И требует с вас залог этого кредита. И потом будет требовать целевое использование средств. Так ведь? Не так, что вы получили деньги, куда хотели отправить. Нет. Будут вас контролировать. Вот все вот это только в большем размере идет, осуществляется во взаимоотношениях банков и промышленных капиталистов. Или торговых. Промышленных торговых капиталистов. Вы можете зайти для интереса на сайт любого банка в раздел юридические лица, в раздел кредитования юридических лиц. Посмотреть, какой список документов нужен для того, чтобы юридическому лицу, то есть функционирующему капиталисту, получить кредит в банке. Уже с ним все. И это действительно так. То есть получается, что банки вот играли эту первую скрипку сращивания банковского и промышленного капитала. И это, так сказать, сохраняется, естественно, и сейчас. Что дальше происходит? Вот идут процессы монополизации в стране. Банковский капитал монополистический, срожься, промышленным, образовался, финансовый капитал. Вот куда дальше-то идти? Внутри страны все уже там, все разделили. Совершенно верно. Надо идти в другие страны. Прежде всего, более развитые, хотя они совсем не обязательно, в другие страны. И что получается? Вот, скажем, при капитализме свободной конкуренции был вывоз товаров. Произвели товар внутой стране, и вывозы экспортировались, что нужно закупили. Для империалистической или монополистической стадии капитализма становится характерен, не просто характерен, а, так сказать, становится преобладающим или играть решающую роль по отношению к вывозу товаров. Вывоз капитала. Что такое вывоз капитала? Ну, вот дают определение научное. Это вывоз зарубеж стоимости с целью получения привавочной стоимости. Но капитал это что такое? Вспомним. Самовозрастающая стоимость. Вот она, так сказать, зарастает. А здесь вот эту стоимость, капитал, ввозят зарубеж. Какую цель? Ну, с целью, чтобы она тоже самовозрастала. Говоря проще, если капиталист какой-то страны вывозит капитал за рубеж, то есть строит там, либо покупает завод, либо строит завод, нанимает рабочих этой страны, соединяет в процессе производства, идет процесс производства, создание новой стоимости, которая включает в себя прибавочную стоимость. Кому принадлежит прибавочная стоимость? Капиталисту. Он с ней что хочет, то и делает. Вот, например, вывозит страну свою обратно. Вот вывоз капитала. То есть вот это явление, оно было характерно как раз для того периода, когда капитализм свободной конкуренции стал перерастать в свою монополистическую стадию. Что дальше происходит? Вот мы, видите, идем по логической цепочке, и здесь каждое звено, вот оно нанизывается на предыдущее. Вот вывоз капитала идет. Вот капиталисты более крупных стран, более мощные, представители финансовых капиталов, возят капиталы в другие страны. И вот этот вывоз капитала является основой экономического и территориального раздела мира, группой наиболее крупных империалистических государств. То есть вот появляется новое у нас, скажем так, свойство или признак империализма. Это раздел, прежде всего экономический раздел мира между союзами монополистов или крупнейшими империалистическими странами. И заканчивался он, закончился он, когда империализм стал на ноги, это образованием колониальной системы империализма. То есть когда эти страны потеряли свою политическую независимость, стали колониями крупнейших империалистических государств. Я всегда, когда читаю лекцию на эту тему, мне в памяти всплывают контурные карты из периода школьного истории как раз конца XIX века, начало XX, где-то до 50-х годов XX века. У меня хорошо в памяти стоит, почему-то Великобританию, она была империалистической страной, украшивали зеленый цвет. Ну, представляйтесь, на карте мира это вот такой маленький будет островок, Великобритания. И огромные такие территории, закрашенные в зеленый цвет. Австралия, Индия, половина Африки. Это что было? Колония. Колония империалистической Великобритании. То же самое было у Франции. Франция была в такой розовый цвет. У них в основном в Африке была. У Германии было мало колоний. По-моему, одна была в Африке и все. Чем мы, так сказать, они были очень обижены, да? Немецкие империалисты, они решили переделать мир. Вместе, так сказать, развязывали в Первую мировую войну. Ну вот, такие дела. То есть развитие капитализма свободной конкуренции привело к тому, что он перерос в монополистический капитализм. Его признаки, то есть коротко мы подводим итог пока вот этой части нашей лекции. Самое короткое определение империализма это монополистический капитализм или монополистическая стадия капитализма. Если дать развернутое определение, то это капитализм на той стадии развития, когда характерны появление монополий промышленности в банковской сфере, сращивание монополистического банковского капитала и промышленного монополистического капитала, образование финансового капитала и финансовой олигархии. Третий признак – вывоз капитала на рубеж. Четвертый – экономический раздел мира между крупнейшими союзами империалистов. И, наконец, территориальный раздел мира и образования системы колониализма. Вот такие выводы были сделаны Лениным в работе. Но мы можем немножко остановиться и порассуждать. Там есть важные вопросы. Но вот это последняя стадия капитализма. Вот прошло 100 лет, уже больше 100 лет. Работа Ленина была написана, если не ошибаюсь, в 1914 году. Считайте, столетие прошло. Вот что-то в капитализме изменилось сейчас, такое принципиальное, серьезное. Некоторые говорят, нет, ребята, это было 100 лет назад написано Лениным, это было все правильно тогда, а сейчас все по-другому. И принципиально нет. Но, во-первых, по отношению к Марсу не изменилось. Как эксплуатация, присвоение прибавочной стоимости было, так и осталось. То, что Марс написал в капитале, все это, пожалуйста, мы видим сейчас в картине, хоть у нас в России, хоть в Соединенных Штатах Америки, хоть во Франции, хоть в любой капиталистической стране. Здесь то же самое. То есть капитализм перерос вот эту свою высшую последнюю стадию, империализм, и в этой стадии находится до сих пор. Ну вот некоторые говорят, ну, видите, Ленин писал, вот берут буквально и читают, такие есть товарищи, которые внимательно читают, не внимательно, постраничные читают, построчные Ленина. Вот Ленин писал, пятый признак империализма, это образование колониальной системы. Сейчас же нету колониальной системы. Ну вот, совершенно верно. Степан Степанович говорит, да. Это если поверхностно прочитать, пробежать глазами Ленина. Ведь сейчас колонии, ну может одна-две какие-то маленькие остались, а так все, практически все страны имеют. Это другой вопрос, это мы дойдем до этого. Пока, пока вот, вот так вот, если буквально посмотреть, колоний практически нет. Ну, той колониальной системы, которая была сто лет назад, конечно нет. Сейчас подавляющее большинство стран имеют политическую независимость. Имеют свой флаг, имеют свой гимн, имеют вроде как свое правительство. Можем мы сделать вывод, что колониальная система рухнула и системы колониализма нет? Конечно нет. Потому что, если внимательно вы откройте, почитайте Ленина, ведь он дает такое определение, колониальная система, это что такое? Это система господства кучки империалистических стран над вот большим количеством стран, зависимых от них. Система господства, система ограбления этих стран. Так сегодня система ограбления кучкой империалистических хищников всего остального мира осталась? Осталось. Формы изменились, так это, понятное дело, они должны меняться. А суть системы осталась. Вот первый вопрос. Второй вопрос. А вот как, если весь капиталистический мир, ну а тогда другого мира не было, скажем сто лет назад, перерос свою высшую стадию, стадию империализма. Можем сказать, что все страны являются империалистическими. Нет, вот я специально задаю этот вопрос, потому что, к сожалению, вот эта точка зрения, она и сейчас бытует. Что вот даст. Все согласны, совершенно верно. Капитализм перерос в империализм. Но при этом все страны, там не знаю сейчас сколько в капиталистическом лагере, наверное, больше двухсот политически независимых государств, формально независимых государств. Вот они все империалистические. Только есть большие империалистические хищники, да, большие эти акулы, а есть маленькие империалистические хищники. Вот, например, Азербайджан, там взял оттяпал у Армении какую-то часть территории, и тут маленький империалистический хищник. Там сколько, 20 лет назад Армению в Азербайджан что-то, да, оттяпал, и вот она тоже империалистический хищник. Америка покрупнее. Конечно, неправильно. Конечно, неправильно. Если внимательно, так сказать, анализировать вот это взаимоотношение между группами стран, там четкое разделение труда было. В кавычках берем это слово. На одном полюсе небольшая группа собственных империалистических стран. Вот эти империалистические хищники, которые эксплуатируют всех остальных стран. На другом полюсе зависимые от них страны. И здесь принципиально ничего не изменилось. Вот это первый вопрос. Второй вопрос. А можем сказать, что вот это раз навсегда данное деление. Вот сто лет назад образовалась кучка империалистических хищников, и вот они до сих пор продолжают и будут еще какое-то время продолжать эксплуатировать и ограблять другие страны. А почему? А почему им идет? На каком основании? Передел? Да. Ну, ты Китай вырастанешь, и он, в основном, человек вырастанется в частной перерывности. Ну, мы пока не берем стран социалистического лагеря. Ну, хорошо, скажем, не было до войны Китая. Ну, как здесь сейчас, например, да, мы зависимая страна, которая сейчас пытается выкачивать. А почему? А почему? Что в основе лежит? Мы же, скажем, занимаемся и теоретической, и политической экономией, выискиваем экономические закономерности. Что в основе лежит? Ну, напоминаю. Что? Ну, это совсем глубоко. Это инспансия капиталов. Ну, вот Владимир Ильич Ленин, анализируя вот эти новейшие тенденции в современном его капитализме, раскрыл закон неравномерности экономического и политического развития. Вот он сформулировал в другой работе, она называется «О лозунге Соединенных Штатов Европы», что в эпоху империализма действует такой экономический закон неравномерного экономического и политического развития стран. Из этого экономического закона следует, что вот на протяжении исторического развития какие-то страны, скажем, империалистические, они могут отойти в тень, отойти, стать второразрядными, а на их место выдумываются какие-то новые. Поэтому, если мы посмотрим, скажем, на историю вопроса, какие страны относились к импери, собственно империалистическим хищникам, вот на рубеже, в начале 20 века? С одной стороны, это вот Англия, Франция, так, Германия в Европе, за океаном Соединенных Штатов Америки, Япония, Россия. Ну вот, наверное, вот эти вот шесть стран. Но, во всяком случае, Ленин пишет об этих шести странах, хотя иногда у него встречается, по-моему, там и в итальянском империализме, и чуть не о датском и так далее, или о бельгийском. Но вот эти страны точно можно назвать собственные империалистические хищники. Затем прошли две мировые войны, колоссальные изменения, социалистические революции, образование лагеря социализма, обратные контрреволюции, реставрация капитализма в ряде стран, в том числе в России, прежде всего, как одной из крупнейших стран. И что на сегодня мы имеем? Мы имеем другой расклад. Какой? То есть, есть главный империалистический хищник, главный это акула Соединенных Штатов Америки. Вокруг нее помельче империалистические хищники, да? Ну, мы можем кого отнести сюда, безусловно, Германию, безусловно, Великобританию, Францию. Можно еще, наверное, продолжить этот список. Ну, в принципе, уже достаточно. То есть, здесь уже расклад сил другой. Вот он, самый главный. Вокруг него акулы поменьше. Да, вот кто любит смотреть передачи «Мир животных», да, вот эти взаимоотношения хищников, Какое взаимоотношение? С одной стороны, они там, вот эти мелкие хищники, помогают крупной добычу загнать добычу и потом кромсать. А с другой стороны, у них тоже взаимоотношения какие-то, как пауки в банке, да, между собой дерутся. Никуда конкуренция не девается. Вот такие взаимоотношения. То есть, силы, как меняются, меняется взаимоотношение сил, роль государства. Ну, наверное, можно и пони еще отнести, хотя вот как-то она уже отошла на какую-то… Она уже полностью под пятой соединен. Да, это главнейший империалистический хищник. Совершенно верно. Так, что касается России, ну, мы, наверное, если будет время, интерес, мы с вами пообсуждаем. Так, а пока делаем перерыв. 50 минут прошло. Настоятельно рекомендую, как-нибудь найти время, посчитать стоимость товара рабочей силы, скажем, на предприятии, где вы работаете. Ну, вот последний номер в прошлом году газеты «Рабочее дело». Здесь опубликован расчет стоимости товара рабочей силы по Белгороду. Слушатель Красного Университета, второго курса сделал, товарищ Асташенко. Ну, вот у меня получилось… Вы знаете, стоимость товара рабочей силы. Берется семья, есть ли те человека. Муж, жена, есть трое детей. Белгород. Она составляет 215 тысяч хвостиков. Это грязными, а чистыми, ну, с учетом НДФЛ, 187 тысяч. На Питерысы? Нет, это 215 тысяч на всех, на имущество или на каждого? Нет, на пять, на семью. Стоимость рабочей силы – это что? Стоимость рабочей силы – это что? Стоимость воспроизводства рабочего и его семьи. Здесь грязные, 187 тысяч при двух работающих. А, ну, при двух. А какая разница здесь? Стоимость рабочей силы – это стоимость средств существования нормального. Вот в Белгрыне. Хотя, на самом деле, вот мы смотрели, самое большое различие будет – это только стоимость жилья. Ну да, все становится одинаково. Даже на поводу. Нет, будут различия. То есть, цены, они разные, на питание по регионам. Ну, а жилье – это основное. Значит, на банке возложена почетная обязанность. Очень ответственная буржуазным государством, всем буржуазным государством по контролю. Завод тем, чтобы не отмывали неправильные нужные доходы, чтобы террористов, скажем так, предпринимателей, их наемные работники не спонсировали. Многое, многое другое. А вот крупнейшие империалисты Соединенных Штатов Америки еще завалили на другое. У них свое законодательство, чтобы напрямую туда сообщали. Нужны им сведения. Но они, как самое главное, могут заставить их более слабо. Министерство, выгодоприобретатель. То есть, вы имеете в виду, если вы поставили галочку. Значит, вы банку… Нет, я хотел, они сказали, мы тогда карточку выбрали. Ага. Ну, вот если вы поставили галочку, вы дали сигнал банку, что вы имеете какие-то… получаете какую-то выгоду, ну, фактически, доходы каких-то других вещей. То есть, вы, возможно, акциями владеете, так, каких-то предприятий. Вам платят дивиденды. То есть, вы выгодоприобретатель, например. То есть, вам нужен контроль. Потому что, ну, пришлют письмо, скажите, ну, сообщите, где вы что-то еще имеете. Значит, у нас по плану второй час – это дискуссия, ответы на вопросы. Ну, как всегда, прошу прощения, я немного не успел закончить. На полпути, наверное, нехорошо останавливаться. Один важный вопрос – это историческое место империализма. Ну, еще одно добавление. Вот на рубеже 19-го и начала, так сказать, 20-го веков, значит, капитализм перерос в свою высшую и последнюю стадию империалистической. Затем случились такие события, как империалистическая война, которая подтолкнула развитие капиталистических стран, капитализма в целом. И она привела к тому, что буржуазное государство стало активно вмешиваться в экономическую жизнь. Но, вообще, государство – это сфера надстройки. Ну, я напомню, что общественно-экономическая формация любая – это есть единство базиса и надстройки. Вот феодолизм, капитализм. Базис – это способ производства, то есть экономические отношения. Вот он видит фундаменте. Над ним формируется надстройка. Надстройка – это политическая, идеологическая и прочее, прочее. Вот государство относится к сфере надстройки. Вот по мере развития капитализма буржуазное государство все активно внедряется, ну, как иногда говорят, вмешивается в экономическую жизнь. Но на самом деле не вмешивается, это объективная потребность развития капитализма. И получается слияние силы буржуазного государства и буржуазных монополий. Единый такой механизм. Поэтому можно сказать, что вот этот империализм поднимается на такую новую ступеньку в рамках империализма, которая получила название государственно-монополистический капитализм. Это не какая-то новая третья стадия капитализма. Ну, это вот ступенька в самом империализме. А вот что дальше? А вот дальше между вот этой ступенькой государственно-монополистическим капитализмом и ступенькой, называемым социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. У Ленина есть замечательная работа «Грозящая катастрофой. Как с ней бороться?» Она написана была в сентябре 1917 года, где-то за месяц небольшой до Октябрьской революции. И он там дает такое хорошее, красивое определение, что государственно-капиталистическое монополие, обращенное на пользу всего народа и потому переставшее быть капиталистическое, на деле означало бы социализм. Вот чем мы будем заниматься на семинарском занятии, рассматривать эти предпосылки социализма. Потому что откуда социализм возникает? Не на голом же месте. Откуда? Совершенно верно. Капитализм есть мать социализма. Поэтому корни социализма надо искать капитализм. Это у нас занятие будет в следующую среду. Так, а мы заканчиваем тогда с лекцией. Значит, какое историческое место империализма? Вот развивается капитализм. Еще раз повторим. Сначала он проходит стадию капитализма свободной конкуренции. Мечта всех наших либералов. Затем он перерастает в высшую свою стадию монополистического капитализма. Вот какое его место? Ну, прежде всего, по определению, по понятию. Это, прежде всего, монополистический капитализм. Я уже только третий раз повторяю, чтобы не забыть. Это вот основа его. Экономическая основа империализма – это монополия. Второе. Вот Ленин интересно издает характеристику этого исторического места. Он называет его паразитическим капитализмом. Такой крепкий термин. Почему паразитический? Паразит – слово нехорошее. Тут, который вопьется и кровь сосет. Но капитализм сам по своему определению, он, можно сказать, паразитический. Потому что капитал высасывает все соки из наемных рабочих. Вот паразитическое существование. А что здесь получается? Вот что такое вывоз капитала? Вот такое устойчивое выражение, если паразитизм в квадрате. Потому что вывоз капитала – это высасывание соков из наемных рабочих своей страны. Это паразитизм. А когда осуществляется вывоз капитала, так высасываются эти соки прибавочной стоимости из рабочих других стран. Вот поэтому им называют паразитическим квадратом. Мало того, что эксплуатируют своих трудящихся, так все эксплуатируют трудящихся других стран. Вот это характерная черта империализма, вывоз капитала. Третье – появляется огромный слой так называемых рантье. Рантье на этом вы знаете. Это человек, это люди, лица, которые не принимают никакого участия ни в процессе производства, ни сами работают, как и косы участвуют. Они живут за счет процентов от капитала. – Недействительно они. – Ну да, замечательно. – Важно бы больше не знать. – Да, недействительно, можно сказать. – Что-то нахопов, да. – Это вы глубоко знакомы с диалектикой. – Нет, я просто пересматривал инфекции. – Да, можно так сказать. – То есть, они когда-то получили небольшую сумму денег, понятно, в счет, наверное, эксплуатации наемных работах, затем вложили их в какие-то капиталы. Вот это образование акционерных обществ – это вот один из этапов перехода капитализма, свободы и конкуренции в монополистическом капитализме. Акционерное общество. Когда капиталы складываются, вот эти огромные капиталы складываются из какого-то, примерно, большого, достаточно количества, более мелких капиталов. Вот рантье. Вот они вложили капитал. Если это приличные суммы, большие суммы, а акции – это что такое? – Это такое свидетельство о том, что человек вложил какую-то долю в капитал предприятия и имеет право получить часть прибыли. Мы пока не касаемся, нас не интересуют эти виды акций, обыкновенные, привилегированные, не в этом дело. Суть в том, что он имеет право получить обратно часть прибыли, которую будут создавать наемные рабочие и присылать капиталисты этого предприятия. И вот на эти капиталы живут. Я смотрю, и у нас тоже будет достаточно большое количество таких людей. Конечно, конечно. Ну, слово рантье, насколько я понимаю, французское. Вот французский капитал. Ну, вполне возможно. Да, вполне возможно. То есть рантье – французское слово, и французский империализм Ленин называл ростовщическим. Вот как раз там огромный слой вот этих рантье. Ростовщики – это те, кто дают под огромные проценты деньги. Третье. Вот почему паразитический. Монополия порождает тенденцию к застою. Вот здесь два важных. Во-первых, это речь о тенденции, а не какой-то такой прямой линии, не линии. Если это тенденция, то есть и противодействующая тенденция. Почему к застою? Ну, вот капиталисты. Это вот капиталист свободной конкуренции, такой мечта, идеальный капитализм. Вот капиталисты между собой конкурируют. Вот они вынуждены, вынуждены вертеться, как белка в колесе, что-то изобретать, что-то предпринимать, развивать производство, повышать производительность труда. Потому что если он это не сделает, его конкуренты побьют. И выкинут на обочину капиталистической, так сказать, жизни. А монополия? Вот монополия. Она захватила рынки сырья, захватила рынки сбыта. Ну, зачем здесь конкурировать? Когда и так получают. Вот есть понятие средняя прибыль. Вот капиталисты в эпоху свободной конкуренции получали среднюю прибыль на капитал. Мы это не рассматривали, ну, так вот, как вывод, среднюю прибыль. А монополия какую прибыль получают? Монополистическую. И вот туда входит и средняя прибыль, да? И монопольная прибыль над бабкой за то, что вот они занимают монопольное положение везде на рынке сырья, сбыта, и, так сказать, производстве. То есть появляется стандартная застойка. Вот это третье. Четвертое. Вот они получают вот эти монопольные прибыли, сверхприбыли. Из этих прибыли они могут выделить какие-то суммы деньги, суммы, денежные суммы, чтобы подкупать определенных некоторых лидеров рабочего класса. Чтобы те проводили буржуазную политику среди рабочего класса и всячески сдерживали классовую борьбу рабочей. Да, есть. Нет, вот она, мы видим. Вот она появилась как раз тогда, сто лет назад, и она, сказать, до сих пор есть. До сих пор есть. Вот вторая черта, скажем, места империализма, о котором писал Ленин. Третье, третье, чем мы будем заканчивать, это переходный период или переход к новому строю. Ленин использует такой термин – канун социалистической революции. Канун. То есть в недрах капитализма, вот именно на монополистической стадии, уже складываются все необходимые объективные предпосылки социализма. Ну, до социализма, на самом деле, не так все просто. Есть объективные предпосылки, которые объективные, имеется в виду, в экономике складываются. Есть субъективные предпосылки, наличие рабочей партии, коммунистической и так далее. Ну и этого мало для совершения социалистической революции, нужна еще революционная ситуация. У вас будут занятия, вы это будете рассматривать. Мы пока берем экономические вопросы, то есть объективные предпосылки социализма. Вот для сравнения, вот как возникает капитализм? Ну, капитализм, мы логично можем предположить, возникает из предшествующего строя, которым был феодализм. Ну, как там происходит? Вот экономические отношения, капиталистические предприятия, капиталистические производственные отношения возникают еще в недрах феодализма. Вот здесь вот феодальные поместья, крепостные крестьяне, а вот в городах уже образуются сначала ремесленники, затем образуются капиталистические предприятия. Вот уже экономика капитализма, производственные отношения к капитализму уже есть. И вот они растут, возникают, растут, растут. За ними идут классовые силы, класс капиталистов, класс наемных рабочих, и на определенном этапе вот эта верхушка надстройственная, феодальная, она сметается. Происходит буржуазная революция, и все. Днем готовы капиталистический строй. Вот в отношении социализма так сказать нельзя. Если вы почитаете капитал Маркса, Маркса, Энгельса, то они там однозначно вывод сделали, что социалистические, коммунистические отношения в недрах капитализма не возникают. Возникает класс наемный, рабочих, рабочий класс, могильщик капитализма. А вот сами производственные отношения не возникают. Их надо строить, новые коммунистические отношения. Значит, Ленин внес небольшое уточнение. Потому что Маркс и Энгельс жили в эпоху еще до монополистического капитализма. А Ленин уже анализировал империализм. И он подтвердил, вот анализ империализма подтвердил вывод Маркса и Энгельса, что социалистические отношения не возникают, производственные отношения имеются, не возникают в недрах капитализма за исключением наиболее развитых форм. Ну, самый яркий пример – это банковская система. Вот возьмем в эпоху империализма, даже возьмем сейчас, в России, банковскую систему. Вот чем занимается банковская система в целом? Она обслуживает все общественное производство, вообще всю экономику, и даже население, которое у нее участвует в экономике. Так ведь? Вот есть такой термин, по-моему, у Маркса было – это идеальный аппарат общественного счетоводства. Потому что через вот систему расчетов вот проходит вся экономика. И банки ее обслуживают. Это первое. И второе. Ну, какое количество банков достаточно для того, чтобы обслуживать экономику? – Одного. – Одного достаточно? Полно, конечно. Одного. Есть такое образное выражение, по-моему, у Ленина встречается. Банки – это нервные узлы всей экономики. Тоже красивое выражение, образное. Поэтому, когда рабочий класс, трудящийся, совершает социалистическую революцию, зачем уничтожать банковскую систему? Она готовая. Готовая. Ну, кстати, если вот уничтожить все эти компьютеры, процессинговые центры, ну, все встанет. Нужно брать готовую. И также другое. Есть, например, почта. Обратите внимание, даже буржуазная власть после контрреволюционного переворота, реставрации капитализма у нас в стране, они почту не уничтожили, оставили дуткаться. Массу чего уничтожили, заводов и прочего. Здесь дошло до них, что почту нельзя разрушать. Так, железные дороги, пожалуйста. Станцарство России было, единая железная дорога. Вот это все готово. Но это как исключение. Так. То есть, если точно сказать, что капитализм готовит предпосылки социализма, и полнейшей материальной подготовкой социализма, я еще раз повторяю вот этот вот, является государственно-монополистический капитализм. Поэтому мы закончим лекцию. Вот экономический анализ империализма сегодня, например, это ключ к пониманию тех задач, прогрессивных задач, которые стоят перед рабочим классом сегодня, в частности в нашей стране и других стран. То есть, социализм, он все-таки происходит оттуда. И вообще, единственной материальной базой социализма является крупное машинное производство. Крупное машинное производство. Вот есть оно в стране, значит, можно говорить об объективных предпосылках социализма. Если нет его, то нельзя говорить. Я думаю, этот вопрос будет, мы можем и поспорить, подискутировать. Но вот если мы понимаем, что единственной материальной силой, способной совершить переворот капиталистическим способом производства является рабочий класс. Самый простой вывод какой? Для того, чтобы осуществить свою историческую задачу, он как минимум должен быть. так, как минимум должен быть. А если его нету, так и не будет, некому будет совершать. У тебя долгое время прожил в городе Великий Новгород. Это областной центр, 170 километров от Санкт-Петербурга. Небольшой город, 200 тысяч населения. В советское время там был один химкомбинат, большой, крупнейший предприятие по масштабу страны. И в городе, ну, наверное, с 10 таких крупных предприятий, таких передовых производств, электронное машиностроение, видеоаппаратура и так далее. Ну, вот могу сказать, что они практически все уничтожены. Конечно. Если вы попадете в город, теперь называется Великий Новгород, вот про эти... Электронную все же вы говорите? Вот расскажу. Электронную. Вот поедете по центральной улице, раньше называлась Ленинградская, теперь это Большая Санкт-Петербургская. Ну, бог с ним, дело не в названии. Вот завод Волна. Это было предприятие, которое выпускало в виде аппаратур. У них там был музей, я помню, ходил. Они очень гордились, поскольку в то время выпускали специальную аппаратуру, которая отслеживала пуски ракет на Байконуре. Это передовое по тем временам предприятие. Его нет. Оно уничтожено. То есть на его территории есть какие-то мелкие производства, совершенно незначимые. А в главных корпусах, которые смотрят на центральную улицу, как вы можете догадаться, с одной попыткой угадать, теперь это называется ТРК, да? Торгово-развлекательные комплексы. Какой социальный состав тех, кто работает? Это девушки-продавщицы, мужчины, парни, охранники. С рабочего класса там нет. Конечно. Завод конденсаторов полностью изничтожен. Там теперь склады и гаражи. То есть из этого десятка предприятий, конечно, я беру одну тенденцию, другая, не все уничтожено, слава богу. Значит, кто живет? А крон остался, я имею в виду, из электронной промышленности, КВАНТ, такое предприятие, которое в те времена, как правило, все работали на военную промышленность и выпускали частично гражданскую. То есть они выпускали радиоэлокационные станции и телевизоры, если вы, может, застали, телевизоры Садко, совершенно верно, да. Чего? Телевизоров уже нету. И оно как бы вот, как шагрень на кожу. Сколько ожилось, там, может, 300 рабочих осталось, насколько я понимаю. В военку они работают. Да, вот что-то делают, да. Завод «Элкон» всего, по-моему, уничтожен. Завод «Спектр». Ну, во всяком случае, вот эта негативная тенденция, она ведет к тому, что эти объективные предпосылки, они, конечно, как бы ухудшаются. Хотя они все до конца уничтожены. Спасибо на этом хотя бы, да, нашей российской буржуазии. Так, закончим мы лекцию. Значит, у нас остается время для вопросов, обсуждений, есть ли они есть. Ну, тогда по поводу России, то есть именно поэтому проводятся снова очередные монетизации. По-прежнему падает к обличеству экономики, которая государство занимается. Уже с порядка 30% то есть снижение идет, да, постоянно. Это что вы имеете в виду, 30%? Ну, цель вниз какой-то, то есть все с той же целью, чтобы как раз выбрать основу социализации. Я думаю, такой цели в головах, в массах наших российской буржуазии нет. Такой ясно осознанной. Нет, она не осознанная, но… Осознанная, но у них цель одна. Какая цель капиталистической прибыли? Она в голове приводится получить прибыль. А прибыль получить какой ценой? Любой. Любой. В капитале Маркс приводит цитату одного профсоюзного деятеля тех времен, когда жил Маркс. Она такая красочная, я наизуще не помню, но приблизительно так. При норме 50% прибыли, капитал немножко такой оживленный. При 100% он уже там готов сломать голову, чтобы получить эту прибыль. При 200% он уже попирает все законы. А при 300% прибыли нет. Да, преступления, на которые бы он не пошел ради этой прибыли. Поэтому у нас тоже. Какой легчайший путь? Вот как вот совершился, закончился переходный период, совершилась контрреволюция. В 61-м году у нас был переходный период от коммунизма к капитализму. Завершился он приватизацией. Что из себя представляла социалистическая экономика? Мы уже час назад говорили. Это единая монополия. Единая монополия направлена на нужды всего общества. И вот эти контрреволюционеры, те, кто реставрирует капитализм, они стали урулять монополию. Что они стали делать? Дробить ее, да, и растаскивать по своим карманам. И по чужим. И по чужим, да, конечно. Более крупные капиталисты там за океаном, в Европе. Тут как тут были на готове. Какой самый простой путь? Ведь, чтобы создать производство, или хотя бы продолжать производство, это же нужно, ну, голову иметь. много чего нужно иметь. Гораздо, сказать, проще что сделать? Разрушить. Еще продать. Ну, до сих пор остались эти памятники, в кавычках, как туристической реставрации. Заводы, пустые в лазнице, разрушающие, цеха полуразрушенные. Ну, что делали? Вот он стал у руля какого-то предприятия. Хапнул. Сначала продать все, что плохо тут лежит. Это остатки товаров, остатки запасов, остатки сырья. Все продать так. Деньги куда? В себе, в карман. Затем, вторая очередь, что? Продать оборудование. Станки, автомобиль. Третье, что? Вызвать газосварщиков, они срежут металлом, да, с металлической конструкцией. Как металлом продать, да? Ну, если кирпичи, ну, кирпичи, пожалуй, нет, не получалось еще. А дальше продать землю. Вот что-нибудь. Все, набить карманы, вот туда увезти, все. Ну, вот, к сожалению, была генеральная тенденция. Поэтому... Сейчас настраивает как раз объявление, что несколько звездских территорий на втором виде в дружесной комплексе. Есть такое, есть такое. Но мы же диалектики с вами. Развитие же какие-то две тенденции включает. Понятие развития состоит из двух тенденций. Прогресса и регресса, да? То есть мы имели регрессивную тенденцию, но прогресс тоже объективно присутствует. Может, он, так сказать, не является определяющим. То есть я могу сказать, что тенденция уничтожения, она осталась. Мы видим примеры, как уничтожают производство. Ну, и появилась другая тенденция. Что-то создают. Примеров мало, к сожалению, но вот, во всяком случае, нынешнее буржуазное руководство вдруг опомнилось. Какие примеры мы можем привести? Ну, например, у нас в Санкт-Петербурге. Вот по России создали объединенную судостроительную компанию. Так? Куда вошли? Ну, скажем, Балтийский завод, Адмиралтейские верши, там, на Дальнем Востоке. Они как-то живут еще, есть заказы. Это другой вопрос. Это другой вопрос. За все 30 лет? Значит, не уничтожили. На этом спасибо. Оборвающие яхты любые выпущены, если бы это спросил. Конечно. Чтобы это спросил. Я о другом. Завод Адмиралтейской верши остался? Остался. Функционирует? Функционирует. Рабочие там есть? Есть. Балтийский завод функционирует? Функционирует. Проблема в том, что они выпускают, они как раз-таки что они выпускают? Это он уничтожен или он что-то выпускает? Выпускают. А что выпускают? Они выпускают. Они необычные продукты выпускают. Как же никакой? А какой выпускают продукты? Ну, как опосредованно такое общественное. Какая разница? Все на военку работают, а для экономики это только... Вот вы сейчас уходите в частности, которые... Мы какой вопрос рассматриваем? Объективной предпосылкой социализма. Объективная предпосылка социализма очень просто. Это крупное машинное производство. Есть крупное машинное производство? Значит, есть объективная предпосылка социализма. Поскольку есть материальная сила, то есть это сила рабочий класс, который может совершить переворот в капиталистическом способе производства. Не все уничтожили у нас. Если есть завод балтийский, значит, есть рабочий. Есть там завод «Звездочка» на Дальнем Востоке, есть. Есть какие-то другие и так далее. В 17-м году было там рабочие порядка 4 миллионов. Совершенно верно. То есть, это все равно было раза в 2-3 меньше, чем сейчас. Да. Это хорошую цифру привели. А население было даже больше, на самом деле. Значит, это было, если не ошибаюсь, 4 миллиона цифра, около 4 миллионов промышленных рабочих, по-моему, фабрично-заводских. Если вы откроете справочник Росстата, подсчитайте, они, конечно, всячески пытаются уйти от понятия рабочие, но иногда дают. где-то на сегодня у нас 75 миллионов занятых, рабочих, если тупо пройти, посчитать, как они пишут рабочие, где-то порядка 24-25 миллионов человек. Но статистика очень хитрая. Они в рабочих загоняют многих тех, кто на самом деле рабочим не являются. Я, так сказать, разбирался, есть такой справочник, занятий. Интересно, к рабочим относят и продавцов ларёшников, например, билетёров, театр относят. Никакого отношения, так сказать, не имеют к созданию материального продукта и так далее. Но, во всяком случае, хотя, с другой стороны, многих не относят к рабочим, техников. Мы как говорим, техник по установке радиоэлектронной аппаратуры. Если он с бумажками работает, он не рабочий, но если он непосредственно что-то устанавливает аппаратуру, конечно, он рабочий. Но это детали. Вот у меня получалось, ну, 22-23 миллиона рабочих есть. То есть, сейчас в России. Из них какая-то часть в промышленности. Издаётся такой справочник «Промышленность России». Последний справочник был, где они указывали численность рабочих в промышленности, это было лет, наверное, почти 10 назад. Так вот, рабочих было 11 миллионов. Промышленность. Значит, сравниваем, 100 лет назад в России было, вы совершенно правильно говорили, около 4 миллионов рабочих. И этого количества оказалось достаточно, чтобы совершить переворот социалистический. А сейчас у нас в промышленности 10 миллионов, так что у нас объективные предпосылки есть. То есть, несмотря на то, что Буржазия всячески старается что-то изничтожить, украсть, урвать и всё перевести за границу, но не до конца. Так, какие у вас вопросы, какие суждения, какие мысли? Давайте. У нас есть время. А вот кризис капиталистический, он почему всё-таки заканчивается? Может, такое быть, что он и заканчивается. Особенно последний, когда Смолил и Галёв пошли, вы видите. Вы какой имеете в виду кризис? Если вы имеете в виду... Вот когда кризис в Доткомнах был, вот эти оплавы постоянно, вот они сейчас всё идут, идут и всё говорят, что вот-вот ещё что-то они сделали, как из него выйти? Ну, никак не выйти. Ну, это же не в Доткомнах дела, а при производстве товара не нужно. Вот там ДМИ сейчас, да, опять там всё рухнуло. Это тоже кризис, или не так? Ну, это же всё общий, получается, кризис. Давайте так, прислать отпички. Вот капиталистическое производство, как развивается? Мы вот говорили на прошлом часе, вот как оно, вот так плавно, всё вверх, 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 или как? Циклический. То есть, экономические кризисы, как, там, четыре фаза цикла. Ну, хорошо, начнёт кризис, потом застой, потом оживление и подъём риски. И затем снова кризис. Мы рисовали, по-моему, эту схему. Это заложено самой сущности капиталистического производства, внутри него. Это экономические законы, которые, ну, никак не обойти никому. То есть, эти кризисы будут постоянно проводиться. Единственное, что сейчас может делать капиталистическое государство на стадии государственного монополистического капитализма, всячески смягчать кризисы, оттягивать начало кризиса, так, и прочее, прочее. Но устранить их оно не может, в принципе. То есть, вот это надо знать, и история подтверждает это. Они всегда будут. Нет, нет, это первое. Вот надо запомнить, вот экономические кризисы, и вы совершенно правильно сказали, они получили название экономические кризисы перепроизводства. То есть, экономика хаотична, начинают выпускать сбыт новое, чтобы как бы ну, это детали. Они новые потребности начинают много производителей, потом это все лишнее. Они включают, то есть, речь идет вот так. Ну, это частность уже. На самом деле, экономическая основная цикла это обновление основного капитала. Ну, надо запомнить, это запомнить, поскольку теория, история подтверждает, развивается капиталистическая экономика циклический. То есть, кризис это неотъемли его часть. И что бы ни делали, могут смягчить, могут оттянуть начало, но он все равно наступит. Это экономический кризис. Это первое. Второе. Вот стадия империализма, это когда вся экономика взаимосвязана, все страны. То есть, наверху империалистические государства, которые эксплуатируют через систему тысячи нитей все другие государства. Поэтому, если в Америке чихнет американская экономика, просто вот так скажут, что произойдет во всех двухстах экономиках зависимых стран. Да там лягут все, понимаете, там все лягут будут. Будут кашлять, чихать и не могут встать. То есть, это зависимость же колоссальная современных экономика. Поэтому, если кризис начинается в какой-то стране, как правило, скажем, крупнейший, то, естественно, это будет автоматом во всех остальных. Никому убежать будет нельзя. Это второе. Третье. Ведь экономика на что себя представляет? Вот мы с вами рассматривали переход, скажем, империализма. Только две сферы взяли, да? Сферу производства и сферу обращения. А вот в сфере производства у нас что? Промышленные монополии, да? Есть еще торговые монополии. А вот в сфере обращения, кроме банков, что еще есть? Ну, еще финансовая сфера, да? Чего там только нет, каких-то нет, контора. На бедном производителе вот огромная такая араба всяких посредников финансово сидит. Поэтому сейчас, вот, это что такое финансовый посредник? мыльный пузырь. Вот он раздувается, 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 вот производство такой маленький, понимаете, а вот мыльный пузырь большой, 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 что за ним происходит? Вот если какое-то потрясение маленькое, вот укол небольшой, лопнет, да? и все полетело. То есть последние кризисы, если вы посмотрите внимательно, проанализируйте, они как раз начинаются с финансовой сферы, последние, с какими, десятилетиями. Вот это лопается финансовая сфера, это финансовая настройка, и пошло по цепочке взаимосвязанных дальше на производство. То есть вот это третье. То есть да, если мы посмотрим просто внешне, там, мировой кризис, вон все финансовые компании легли, и так далее, и тому подобное. Но, повторяю, в основе это лежат, вот эта объективная неизбежность наступления кризисов, экономических кризисов. Так отъем заканчивается, и как вот его выделить? Подъемом, экономическим подъемом. А сейчас же подъема вроде как и не было. Значит, вот давайте возьмем, вот пандемия, это не экономическая вещь, да, в общем-то. Ну, вот случилось такое, прилетели с другой звезды, кто-то нам прислали вирус, все заболели во всех странах, и это, конечно, повлияло на производство. Вот посмотрите, значит, она началась в начале года, предположим, вот данные. Как мы все заболели, а все подправили домой, не работали. Когда он закончится? Все, значит, вот данные третьего квартала. Я вам приводил, можете пустить листочек, видите, я сейчас пущу листочек. Вот эти страны провалились, колоссальные цифры, там, Великобритания, 20%, это очень много, кроме Китая. А все остальные, Канада, США, Япония, Россия, это наиболее показательные примеры, они все провалились. Но я посмотрел оперативные данные по четвертому кварталу и по году в целом, считался уже несколько другая. Все крупнейшие империалистические страны по-прежнему либо в минусе, либо в таком незначительном плюсе, там, Италия имеет, 0,1%, а вот крупные капиталистические страны, не относящиеся, наверное, к империалистическим, как Бразилия, Индия, вышли из кризиса, имеют положительный темп и роста. То есть, будем считать, что вот эти страны вышли из кризиса, закончились, то есть, вот меньше года он прошел. Я думаю, эти крупные капиталистические страны, наверное, закончат выход из кризиса. Значит, цикл 150 лет назад длительность капиталистического цикла была в среднем 10 лет, 8-10 лет. То есть, проходило 8-10 лет и во всех капиталистических странах кризис. 80 лет, снова кризис, падение производства. И затем, вот, оживление и подъем. А после, после, после Второй мировой войны, когда все капиталистические страны перешли, скажем так, применение методов государственного регулирования, государственного монополистического регулирования экономики, вот этот цикл немножко сломался. То есть, я уже говорил, во-первых, смягчает, не такое падение сильное, во-вторых, могут оттянуть падение, в какой-то стране чуть пораньше, в какой-то попозже. То есть, и все это настолько смазывается, что иногда даже трудно определить, где начало кризиса, где конец, а где, так сказать, начало другого кризиса. И тем более, это начинается в финансовой сфере, вот, начался раньше, потом, так сказать, наступает, так сказать, в производстве и так далее. Но, вывод-то один. Пока есть капитализм, кризисы будут неотъемлемы частью. А сфера услуга, она почему относится к какой сфере? К сфере услуг? Сфера обращения, сфера производства, а не в производстве? Нет, производство, сфера, есть производство, так, сфера производства. Там сфера услуг нет, сфера услуг – это другое. На это можно отнести к сфере обращения. Это другой критерий. Сфера производства, сфера обращения – это один критерий деления всей экономики. А сфера услуг – это другое. То есть, у нас получается это деление труда на производительный и непроизводительный. В сроке, что на производительности труда появляется много при критерии землячных людей, чтобы иметь изглазирование, развиваться... Да, наверное, не совсем так. Просто настолько все-таки выросла и растет производительность труда, что вот это небольшое количество рабочих, занятых производительным трудом, могут содержать очень большое количество людей, занятых непроизводительным трудом. Сфера услуг, прежде всего. Какие еще вопросы? Да, вопрос. Когда возобновятся кружки по капиталу? Когда возобновятся? Пока могу порекомендовать изучать науку логики. Есть ли вы свои силы приложить к изучению науки логики и просмотру, прослушиванию кружка по науке логики? Освоив науку логики, вам кружок по капиталу не понадобится. Вы будете с легкостью читать капитал, образно говоря, как орешки щелкать, как сонечки. Вопрос, пожалуйста. Скажите, а чем являются цифровые деньги биткоина, например, по сущности? Что это такое? Это денежный суррогат, если коротко, если более широко. Значит, что такое деньги? Вот есть понятие настоящие деньги. Мы сейчас цепочку вкратце пройдем. Деньги – это товар, выполняющий роль или играющий роль всеобщий эквивалент. В данном определении я делаю упор на слово «товар». А товар – это что такое? Прежде всего, вещь. Совершенно верно. Это вещь. То есть, настоящие деньги – это вещь. Вот я упор делал на это слово «вещь», предмет. Потом, настоящие деньги, а какие предметы? Это золото. Ну, золото – драгоценный металл. Вот настоящие деньги. Затем, ведь идет развитие, шло развитие товарного производства, капитализма. На место настоящих денег поступили их заменители. Бумажные деньги. Бумажные деньги – это что такое? Это деньги? Они белые, но списки. Ну, называемые бумажные деньги. Но, на самом деле, это не деньги, это заменители денег. То есть, государство еще, кстати, в те времена, когда и капитализма не было, свои силы, государство, как аппарат насилия, вот оно заставило брать вот эти бумажки как заменители настоящих денег. И вот настоящие деньги, шло два процесса. Настоящие деньги, золото, оно уходило из обращения. На сегодняшний день его нет в обращении. Ну, за исключением памятных монет, это совсем другое дело, из драгоценных металлов. Но они никуда не исчезли, настоящие деньги. Они где находятся, золото, в хранилищах, центральных банках. А что вместо них обслуживают экономику? Капиталистов, населения, заменители денег. И как шло дальнейшее развитие? Были бумажные деньги. Вот они, бумажечки, да, в кармане еще есть, наверное, у кого-то. Затем на их место, ну, параллельно пришло. Безналичные расчеты. Что такое безналичные расчеты? Это вроде как мы деньгами рассчитываемся, но путем записей, путем записей в особых книгах, ну, банках. Вот приход, расход и так далее. Вот там сберкнижечки написали, вам поступила такая сумма, вы забрали столько-то. В банке отразилось. Безналичные расчеты. Дальше, как шло развитие. Ведь научно-технический прогресс, он безостановочный. Знаете, всегда появляется что-то новое. И при капитализме, и при старизме. И все это применяется, в том числе в экономике, в том числе в расчетах. Появились некоторые технические вещи, которые еще облегчили эти расчеты. Вот, скажем, безналичные расчеты, сто лет назад давались, там книжки, или чековые книжки, и нужно было с ними ходить, там делать записи и так далее. Потом появились банковские карточки. Так вот? Это что такое банковская карточка? У нас сейчас в обиходе. Рассчитываюсь банковской карточкой. На самом-то деле, идет безналичный расчет, да? Где с вашего счета банк списывает денежки, делает записи, там сейчас в электронном виде, поступление денежных средств или списание. А банковская карточка – это что такое? Это инструмент, который облегчает вам совершение этих самых безналичных расчетов. Но, вот за этими всеми формами развития денег что стоит? Сила государства. Ну, скажем, если вы рублями рассчитываетесь, кто стоит за рублем? Российская федерация. Буржуазное государство? Российское, да. За долларом кто стоит? Совершенно. Соединенные штаты. Это вот мощь американского, точнее даже, мощь американского финансового капитала, американского империализма и так далее. Ну, скажем, может какое-то частное лицо выпустить какую-то бумажку, которая будет выполнять определенные функции расчетные? Ну, почему же? Конечно, может… Ну, давайте так уж. Образный пример. – Препаративы такие, когда мы выпускали, и по политике производили. – Да, было. Было. Ну, хорошо, вот можем мы вот организовать сообщество такое друзей. Скажите, у всех с деньгами все очень хорошо. Или проблемы есть? Наверное, есть проблемы. Я готов облегчить. Вот сейчас вот возьмем вот возьму листочек бумажки и напишу. Какое мы название придумаем? Красные деньги. Красные деньги. Отличное. Красные деньги, да, не было такого. Давайте, я вот напишу. Красные деньги, да, там, напишу. Красный университет и так далее. Напишу 100 рублей. Вот, напишу. Нет, 100. Не рублей, это что-то. 100 кд, да, красных денег. Никогда такое не было, да? Вот бумажка. Пока в виде бумажки, да? Есть бумажные деньги? Вот у нас рублей там в карманах у кого-то есть, наверное. Вот 100 кд. Чтобы вы доверили мне, кто-нибудь доверяет, не проверяет, я сейчас установлю 100 рублей и скажу. Вот они будут обеспечены, вот эти 100 красных денег, 100, не дни с красными, вот эти вот 100 рублями нашего российского буржуазного государства. То есть, любой момент можно будет обменить вот на эти 100 рублей. Поэтому предлагаю, вы мне доверяете так, уважайте меня. Ну, давайте так, я вас ручку хочу купить, но у меня денег нет, вот это сюда. Но я вам дам 100 кд. Поверьте, вы в любой момент можете. Вот всю шутку выгоду, да? А что произошло? Это серьезная операция. Произошел обмен. Настоящий товарный обмен. Вот я получил. Два, встретились два. товара. Два владельца товара. То есть, один владелец товара. И владелец каких-то денежных единиц. И произошел настоящий акт обмена. Настоящий акт обмена. Вот я получил товар. Вот, уважаемый товарищ, получил 100 красных денежек. Так ведь? Что вот это такое? Вот это, не знаю как, ирзат с деньгами, денежный суррогат. Но он выполнен функцию расчетную. Вот он, реальный товар получился. Вот все эти биткоины тоже сам выполняет. Пожалуйста, можете кому-то предложить. Никто не хочет? Можете мне вернуть, я вам дам либо ручку, либо 100 рублей. Да? Да. Вот то же самое в отношении вот этих биткоинов. По сути. Мы вот эту операцию можем сделать на бумажечке, а мы можем сделать это в системе интернета, электронной формы? Конечно, можем. Сейчас, пожалуйста, программу можно либо купить, либо самим написать. Все мы вам откроем счета. Я вот выпущу. Я вам поручу. У нас отличная, так сказать, содружность получается. Я вам дам право выпустить сколько-то этих. Тысяченок красных денег. И вы можете покупать эти деньги в электронном виде. Вот эти рубрики перегоняйся, мы счет укажем и так далее. Вот то же самое с биткоином. То есть какая-то, я не знаю, кто стоит за ними. Скорее всего, группа каких-то частных лиц, предпринимателей, которые выпустили вот эти безналичные денежные деньги. Выпустили, создали определенную рекламу, пошло-поехало и так далее. Вроде как эти биткоины можно сейчас свободно обменять на доллары, на евро и так далее. Это до каких пор? Ну, кто за ними стоит? Какое содержание за этими биткоинами? Я не знаю, сколько их выпустили, миллионов. Какое содержание? За ними как раз и стоит. Кто стоит? Я не знаю. За ними стоит за герой биткоины. Самое главное, что их ограниченное число может быть лучше. Да кто упустили, кто стоит? Какие-то частные лица. Вот типа меня, да? В целом, да. Но сама идея основана именно вот на то, что... Это нам кажется. Это так вешают лапшу, понимаете? До поры до времени. То есть вы идею поняли, да? Просто что это такое? Финансовый сериал пока сложно. Кто создал? То есть я не знаю, кто стоит. Скорее всего, группа частных лиц, за которую задушены они ничего нет. Вот они раскручивают, раскручивают, раскручивают. Смотрите, как курс у них падает. Вверх-вниз. Значит, кто на этом, кто-то на этом зарабатывает? Поскольку за ними нет реального производства, то кто-то выигрывает миллионы, кто-то эти миллионы теряет. Именно до копеечки. За ними есть определенное потребление. Вот я себя, скажем, тихонечко так забрал, тихонечко вышел из зала, вот так вот оставил бумажку и ссылочку ушел. Вот остался бы товарищ ни с чем. Правильно? Нет. Вам повезло. За ними... Вы вовремя, вы вовремя скинули находили. Как сказать, не производство на потребление. там же... Стоят конкретные люди, которые совершили такую операцию. В процессе расчета сейчас утилизируется электричество сопоставимо, сколько, допустим, тратит Аргентина. то есть, вот, вот, ну, может быть, вся страна. Но, а где-то, какие-то электричества... Может, наверное, какие-то механизмы есть еще, дополнительные. Электричества, те, которые выезжали, они все равно были. То есть, если раньше их рассеяли, где-то на станции ставят эти гигантские тепловые рассеи, как-то, донешнее электричество, и вот там рассеяло тепло. Сейчас в России решили такое. Ну, это уже технические вещи. Надо целую кучу этих видеокарт, построить эти фермы, а потом, на них же тоже сколько нужно потратить. Хорошо, я хоть частично объяснил. У нас осталось пять минут. Есть еще вопросы? Мы на пять минут раньше начали, поэтому должны закончить. Эти биткоины где-то вкладывают с производства? Не знаю. Они в России уже запрещены. Они вообще в расчетах. Можно? В взводстве? Они только в расчетах. Или астрологи. Значит, я нигде не встречал в печати, что на них банки дают кредиты какие-то, то есть они вкладываются в производство. Этого нет. Но хотя слышал, что кто-то, какие-то частные лица что-то покупают, что-то продают, в том числе в сделке даже по покупке квартир биткоина делают. Повторяю, это денежный суррогат, за которым стоит какая-то группа предпринимателей, так мягко назовем. За душой больше ничего нет. Вот это тоже бумажки. За них стоит сила буржуазных государств, которые выпускают их метилы. Понятно, что идет инфляция, здесь их грабят за счет этого. Но все-таки за ними стоит какое-то имущество государства. А там ничего нет. По телевизионной дискуссии как-то произведено, что с помощью биткоинов финансировать Навального и его оппозиции. Все может быть. Мы можем вот эту помощь профинансировать нашу партию? Можем. На 100 денежки. Пообсуждаем еще. Давайте заканчивать. Спасибо. Мы встречаемся в следующую среду. Вопросы вывешены в системе СДО Красного университета. Как обычно надо ответить не менее чем на два вопроса. Дан там список литературы. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, подготовьте заранее. Спасибо. Встречаемся через неделю. В следующую среду. Субтитры создавал DimaTorzok